Я научный сотрудник Института Российской Истории РАН и директор фонда «Историческая память». Наш фонд на протяжении уже более 10 лет занимается актуальными страницами истории России и соседних стран 20 века, в том числе сюжетами, связанными с историей Прибалтики с 1939-1940 годами. Когда мы говорим о событиях того времени, мы должны понимать, что вокруг них существует значительное количество различных политически мотивированных мифов, заблуждений и неправильных прочтений источников. Кроме того, достаточно узок до недавнего времени был и круг источников, которые использовались при описании событий 1939-1940 года. Сейчас я отвлекусь на минуточку от писания источников, историографии, все это будет. Я прочитаю текст, который появился буквально неделю назад. Буквально неделю назад на сайте президента Литвы Гитаноса Науседы появилось сообщение о том, что президент Литвы инициирует серию мероприятий, направленных на ознакомление населения страны с историей Пакта Моуза-Риббентропа. И в этом же сообщении, совершенно в советском стиле, осуждались попытки ряда соседних стран искажать и даже фальсифицировать историю, связанную с 1939-1940 годом. Почему вдруг на исходе 2020 года, года к Пакту Моуза-Риббентропа отношения не имеющего, не юбилейного, почему вдруг на исходе года президент Литвы озаботился целой серией мероприятий? Серия мероприятий, которая включает в себя и проведение конференции, дискуссии, и запуск виртуальной выставки, и многое еще другое. Почему вдруг? Дело в том, что как раз в последние буквально несколько лет наши представления о событиях 1939-1940 годов в Прибалтике кардинально изменились. Почему это произошло? Представление о том, что произошло в Прибалтике 80 лет назад, на самом деле было сформулировано еще до архивной революции, до распада Советского Союза и носило такой внеархивный характер. Спустя 30 лет после распада Советского Союза и начала архивной революции мы, конечно, знаем об этих событиях на порядок больше, чем знали люди, допустим, в 1989 или в 1990 годах. А буквально в последние лет пять мы знаем больше, еще больше. Дело в том, что в научный оборот последовательно, прежде всего в России, хотя и в ряде других стран тоже, вводились архивные комплексы, которые освещают события 1939-1940 года в странах Прибалтики. В 1990 году был опубликован сборник документов Советского внешнеполитического ведомства, наркомата иностранных дел по Прибалтике. Сообщение полпредов и торгпредов в странах Прибалтики. Это буквально было фундаментальное издание, которое, несмотря на то, что с его выхода прошло уже более 30 лет, используется всеми историками сейчас в обязательном порядке. Вот это издание. Впоследствии в научный оборот были введены документы литовского МИД. Это было сделано на исходе 2000-х годов, в 2009-2010 году. Трехтомное издание под грифом Министерства иностранных дел Литвы стало действительно важным событием историографическим. Другое дело, что, к сожалению, напечатано оно было исключительно на литовском языке, что несколько ограничивало его применение только теми, кто знает литовский язык. Скажу честно, мне пришлось учить литовский язык для того, чтобы нормально приобщиться к этому действительно значимому изданию. Несколько лет назад мы с моими коллегами по Фонду историческая память Института российской истории РАН запустили проект по выявлению и публикации не введенных на данный момент в научный оборот историографических комплексов о событиях 1939-1940 года. Во-первых, мы выявили в латвийских архивах и опубликовали документы латвийских дипломатов за 1939-1940 год. По какой-то причине латвийские историки за 30 лет сделать это не удосужились. Мы сделали, опубликовали эти документы в переводе на русский язык, разумеется, и ввели их в научный оборот. Эти документы уже серьезно изменили наше представление о событиях 1939-1940 года. Стало совершенно очевидно, что после подписания договора о взаимопомощи советская сторона действительно на протяжении долгого времени достаточно последовательно придерживалась этого соглашения и не собиралась его нарушать, и не собиралась лишать страны Прибалтики их независимости. Далее мы выявляли документы в огромном количестве архивов, если мне не изменяет память, в полутора десятках архивов семи стран. В России, Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Германии, США документы по тайному сотрудничеству литовских спецслужб с нацистскими спецслужбами в 1939-1940 годах. Результатом этого стали несколько публикаций, последняя из них вышла в этом году на литовском языке. Вот она называется «Документы открывают двери тайны», и в ней опубликованы документы из множества архивов, как отечеств, как и прибалтийских, так и европейских, которые неоспоримо показывают, что в 1940 году президент Сметана тайно санкционировал контакты спецслужб Литвы и нацистской Германии, Департамента государственной безопасности и РСХА, которые сотрудничали по линии борьбы с польским подпольем, по линии разведки против Советского Союза. И помимо этого, через этот канал президент Литвы зондировал возможность установления германского протектората над Литвой, что было, на минуточку, прямым нарушением договора о взаимопомощи 1939 года, который был заключен с Советским Союзом и не могло не остаться без ответа. По нашему убеждению, именно эти события стали одной из причин впоследствии предъявления кремлем ультиматума Литвия, которая впоследствии закончилась сначала вводом дополнительных контингентов советских войск в республику, а потом инкорпорацией этой республики, да и всей Прибалтики в состав Советского Союза. И, наконец, еще два комплекса, которые также мы сейчас разрабатываем. Во-первых, мы в этом году издали совершенно никогда ранее не использовавшиеся историками документы. Документы, которые обычно вводятся в научный оборот с огромным скрипом. Мы опубликовали документы резидентур советской внешней разведки в странах Прибалтики за 1939-1940 год. Вот это издание. Вышло оно в сентябре и, как легко понять, уже разошлось. Буквально через несколько дней мы выложим его в открытый доступ на нашем сайте. Тут надо сказать, что обычно для того, чтобы дискредитировать работу историков, которые не поддерживают установленные в современных странах Прибалтики политико-исторические нарративы, обычно используют следующий фокус. Обвиняют, что вот эти историки, то есть в данном случае я с моими коллегами, якобы имеют какой-то доступ к секретным материалам, к секретным архивам, которые не имеют другие историки. Так вот, на самом деле нет. Если мы возьмем вот эту книгу «Резиденты сообщают», то мы увидим, что здесь нет ни одного документа, который происходит из закрытого ведомственного архива и который не был бы рассекречен. Документы, которые здесь опубликованы, хранятся в архивах Литвы, Латвии, Эстонии, России. В России это общедоступные архивы, прежде всего, Российский государственный архив военной истории. Эти документы открыты. Ими даже пользовались некоторые историки. Но количество этих историков можно пересчитать по пальцам одной руки. И в широкий научный оборот эти документы фактически не вводились. А между тем, они отвечают на вопрос о том, что знал Кремль по внутриполитической, внешнеполитической ситуации в Прибалтике в 1939-1940 году. Как ее оценивали? Какие были агентурные сети у советской внешней разведки? Насколько адекватна была информация, которую резиденты направляли в Москву? Какого свойства это была информация? И вот, посмотрев на эти документы, мы обнаруживаем целый ряд вещей, которые, опять-таки, не укладываются в традиционные, официальные для Прибалтики исторические нарративы. Мы обнаружили, например, что после заключения договоров о взаимопомощи осенью 1939 года, не только советские войска, размещенные в странах Прибалтики, не только дипломаты, советские дипломаты в странах Прибалтики, но и советская разведка получила строгие указания не вмешиваться во внутренние дела соответствующих стран. И один из резидентов советской внешней разведки, резидент в Таллине, Бочкарев, в своем сообщении упоминает о том, насколько это затрудняло агентурные, оперативные возможности резидентуры, но, тем не менее, такое распоряжение из Москвы было одно. Мы также видим, что какой-то подготовки, заблаговременной подготовки к инкорпорации стран Прибалтики в состав Советского Союза в резидентурах не велось. Вместе с тем, мы видим, что резидентуры сообщали действительно тревожные для Москвы сведения о контактах с нацистской Германией, о намерениях некоторых представителей военных элит по нападению на советские военные гарнизоны и многие другие интересные вещи. И вот что меня лично поразило, мы обнаружили документ, который описывает события июня 1940 года, как они произошли. То есть, предъявление ультиматумов странам Прибалтики, введение дополнительных контингентов советских войск, формирование левых, так называемых, народных правительств. Так вот, мы нашли документ, который все это описывает. Но этот документ датируется марта 1940 года. И план этот сформулировали не в Кремле, его сформулировал не Сталин, не Молотов. Его сформулировал источник рижской резидентуры НКВД, отставной латвийский генерал Клявин. Вот еще в марте 1940 года он констактировал, что это правительство не может реализовать факт. От него можно ожидать в любой момент удара в спину. И далее рекомендовал все то, что Сталин сделал три месяца спустя. После того, как накопится достаточное количество фактов враждебной деятельности против СССР, предъявить правительству ноту, констатирующую нелояльное выполнение факта. Потребовать созыва Сейма, распущенного в 1934 году для составления нового правительства. После этого формируется новое левое буржуазное правительство с участием социал-демократов, демократического центра и так далее. Это правительство объявляет новые выборы в Сейм и так далее. То есть ноту следовало бы предъявить форму ультиматума с соответствующим предупреждением, выдвижением на границе войсковых частей Красной Армии. Ну то есть план был сформулирован далеко не в Кремле, а вот что произошло в июне 1940 года. Также документы советских резидентур показывают, что массовость просоветских настроений и то, что в июне 1940 года эти просоветские настроения в определенном степени вышли под контролем советских властей, советских органов и что это было вполне реально. То есть это на самом деле сборник, который мы издали, вот как историки до сих пор при описании событий 39-40-х годов не могут не пользоваться сборником полпреда сообщают, вышедшим 30 лет назад. Так вот я уверен, что точно так же историки теперь не смогут не пользоваться нашим сборникам резиденты сообщают. И, наконец, последний комплекс, который мы вводим в научный оборот, это комплекс документов из архива президента Российской Федерации. Этот проект реализуется в рамках деятельности Института Российской Истории РАН. Уже несколько лет назад были рассекречены соответствующие документы, документы так называемых тематических дел Политбюро. Это то, что непосредственно ложилось на стол Сталину, другим руководителям советского государства по внешнеполитике, по внешнеполитическим вопросам, связанным с Прибалтием. Эти документы рассекречены, сейчас они готовятся к публикации. Речь идет о десятках дел, которые охватывают период с 1920 по 1940 год. Но, разумеется, нам прежде всего интересен период 1939-1940 годов, период, который привел к утрате независимости стран Прибалтики. И вот, анализируя эти документы, мы обнаружили, что мы нашли прямые доказательства того, что даже вводя в июне 1940 года дополнительные контингенты советских войск в страны Прибалтики, советское руководство еще не имело намерения инкорпорации этих стран в состав Советского Союза. Это решение было принято чуть позже, в самом начале июля 1940 года. Это, между прочим, принципиальное значимое открытие, которое в совокупности, ну, не то что переворачивает, но серьезно корректирует наше представление о событиях того времени. Теперь давайте, вот когда я описал примерно весь тот массив источников, который введен и вводится в научный оборот, ну, кстати говоря, мы эти документы публикуем не только в формате традиционных сборников документов. Если вы зайдете на сайт baltic1940.ru, вы можете найти там цифровые копии всех документов, ну, не всех, но мы их последовательно публикуем и будем еще публиковать. Сейчас там около 80, если мне изменяет память, документов полностью опубликованы, в том числе сообщений советских резидентур в странах Прибалтики. Вы можете увидеть, как эти документы выглядят непосредственно. Так вот, значит, помимо введения в научный оборот документов, естественно, необходимо и сформулировать то, что мы теперь знаем на основании этих документов. Если раньше все выглядело совершенно просто и кристально ясно, в августе 1939 года был заключен так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, советско-германский договор о ненападении. В рамках секретных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа страны Прибалтики отошли в советскую сферу влияния. После этого Советский Союз заключил с странами Прибалтики договор о ненападении, имея и ввел туда контингенты советских поиск. Это, как обычно говорят, явилось первым шагом по пути порабощения Прибалтики. Вторым шагом в июне 1940 года стало предъявление ультиматумов и после этого введение новых советских войск и последующее присоединение к СССР. Все это, нам говорят, было запланировано еще в августе 1939 года и просто реализовывалось так долго, более чем год. Но все было заранее спланировано. И вот поэтому по этой дорожной карте, как сейчас выражаются, Кремль последовательно шел. Так все это выглядело в 1989 году или в 1990 году. Сейчас мы видим совсем другую карту. Сейчас мы видим, что действия Кремля были серией последовательных решений, которые были вызваны конкретной обстановкой. То есть никаких заранее продуманных планов не было. Были попытки обезопасить, защитить интересы Советского Союза на Прибалтийском направлении. И, сделав один шаг, в Кремле достаточно долго считали, что они нашли ту форму, которая обеспечивает их интересы. Потом ситуация изменялась и выяснялось, что этой достигнутой позиции недостаточно. То есть после заключения договоров о взаимопомощи с странами Прибалтики мы на основе, на самом деле, сотен документов всех уровней от дипломатических, военных, разведывательных, с низового уровня, с самого высокого уровня, мы видим, что заключив договор о взаимопомощи осенью 1939 года, Советский Союз действительно думал, что на этом все, что нужно, достигнуто. Мы свои интересы здесь защитили. Вот стоят здесь наши войска, вот у нас есть договоры о взаимопомощи, вот германское влияние отсюда убрано. И действовали исходя из этого. Не вмешивались во внутренние дела. Фактически сдали местные коммунистические партии на съедение местным политическим режимом. Например, в конце 1939 года в Литве литовская полиция безопасности арестовала практически все руководство коммунистической партии, а также многих рядовых коммунистов. Абсолютно никаких возражений на эти действия из Кремля не последовало. Более того, как видно из опубликованных нами документов, являвшихся в советские военные части коммунистов, даже выдавали политической полиции Литвы. Это говорит о том, насколько было четкое решение о невмешательстве во внутренние дела. Ситуация изменилась в 1940 году. Изменилась она по целому ряду причин и внешне, и внутриполитических для прибалтийских стран, прежде всего для Литвы. И важным изменением были попытки литовского диктатора Сметаны договориться с Германией о установлении протектората над Литвой, что было нарушением заключенных Советским Союзом соглашений и никак не могло положительно восприниматься в Москве. О данных тайных контактах Москва была хорошо осведомлена. Благодаря разведке мы даже знаем человека, который сообщал соответствующую информацию. Контакты шли по линии Департамента госбезопасности Литвы с нацистскими спецслужбами. На советскую разведку на протяжении более 15 лет работал один из руководителей Департамента госбезопасности, человек, входивший в топ-10 руководства, начальник криминальной полиции Каунаса Пятра Светульскиса. И вся информация о том, какие контакты шли с нацистскими спецслужбами, ложилась на стол в Москве достаточно оперативно. Аналогичная информация о каком-то не очень хорошем для Советского Союза шебуршении шла по разведканалам и из Латвии, и из Эстонии. Весной 1940 года, когда нацистская Германия одержала совершенно неожиданную для Кремля победу на Западе, вот все это стало восприниматься уже как серьезная угроза безопасности Советского Союза. Когда было принято решение, решение, которое, как я уже говорил, было сформулировано латвийским подставным генералом Клявиншем еще в марте 1940 года о введении дополнительных контингентов советских войск в страны Прибалтики и формировании там просоветских правительств. Это был вариант 2, который имелся в Кремле, но речь о присоединении стран Прибалтики к Советскому Союзу еще не шла. Ситуация изменилась во второй половине июня 1940 года, когда реально имевшиеся массовые настроения, просоветские настроения в обществах Прибалтийских стран в определенной степени вышли из-под контроля и стало понятно, что с одной стороны ситуация в странах Прибалтики, она достаточно сильно революционизируется, а с другой стороны есть достаточно значимая общественность слои, которые являются сторонниками полной инкорпорации Прибалтики в состав СССР и эти слои в самой Прибалтике. И, наконец, стало ясно, что победа на Германии, на Западе еще более масштабна и лучше ситуацию полностью забетонировать. Было принято решение о присоединении Прибалтики, оно было принято, судя по всему, не позднее 1-2 июля 1940 года. После этого уже был запущен механизм по проведению выборов и по полной инкорпорации этих стран. Я вот дал краткое описание того, как это сейчас видится, и видно хорошо, что этот современный взгляд не отвечает современным политико-историческим и политико-правовым нарративам, которые приняты в странах Прибалтики. Именно потому, что ситуация с нашим представлением о событиях 1939-1940 годов Прибалтики принципиально изменяется, и я думаю, что в ближайшие 5-6 лет она станет для историков совершенно обыденной. Власти прибалтийских стран последовательно пытаются предотвратить закрепление данной, отвечающей документам, концепции и такими административными мерами поддержать ту концепцию, которая им более приятна, и на которых базируются в том числе и правовые основы некоторых современных прибалтийских государств, такие как, например, концепции континуитета и проистекающие из этих концепций, например, массовое безгражданство, негражданство для русскоязычного населения в Латвии и Эстонии. Как бы мы, историки, не считали, что история – это чистая наука, все равно современные политические прочтения не могут не вторгаться в эту сферу. Именно поэтому после того, как в сентябре-октябре новые документы были опубликованы, после того, как новая концепция была сформулирована у нас здесь в России, президент Литвы и обеспокоился, и инициировал программу, направленную на противодействие объективным историческим исследованиям. Я уверен, что подобные программы мы вскоре увидим и в Латвии, и в Эстонии. Но тревожить это нас не должно. Мы, как историки, должны прежде всего исходить из документов, из их прочтения. Мы должны вводить в научный оборот документы и показывать, что из них следует, и ориентироваться не на политическую злобу дня, а на объективную, я бы даже сказал, позитивистскую историческую науку, что мы, собственно, и делаем. Я еще раз скажу, последовательная работа по изучению современных, доступных нам сейчас документов, она может менять представление о прошлом достаточно серьезно. И то, что мы видим на примере с Прибалтикой, это не какой-то казус. Любой историк, любого историка сейчас, что называется, открытые пути достаточно широко. Множество документов, которые доступны, которые можно найти в архивах не только России, но и множество других стран, которые меняют наше представление о тех или иных сюжетах прошлого. Сейчас мы находимся в замечательной ситуации, о которой историки старших поколений, предыдущих поколений могли только мечтать. Вот у нас сейчас вот воткни палку в землю, и она зазеленеет. Это вот так, и, в общем, можно только радоваться. Теми возможностями, которые сейчас есть у историков. Очень часто говорят, что архивы закрыты. Нет. Открыто достаточно много, чтобы уже изменять наше представление о прошлом. Спасибо, я готов отвечать на ваши вопросы. Возьмем вопрос о доступности архивов. Итак, мы опубликовали, я кратко об этом говорил, но тем не менее, мы опубликовали документы советской внешней разведки, советских резидентур внешней разведки, о событиях 1939-1940 года в странах прибавших. Откуда взялись эти документы и почему они там лежат? Итак, как думают обычно и историки, и обычные люди о месте нахождения документов? Ну, если это документы советской внешней разведки, наверное, они лежат в архиве службы внешней разведки России, и, естественно, поэтому весьма слабо доступны для исследователей. Ну, на самом деле, они там действительно лежат, и они действительно для независимых исследователей, мягко говоря, недоступны. Я направлял их в пресс-бюро службы внешней разведки письмо с запросом о доступе к документам, к некоторым документам советских резидентур в Прибалтике, но, в общем, положительного ответа, разумеется, не было. А где же эти документы мы взяли? Во-первых, если говорить о российских архивах, основным источником здесь для нас является российский государственный военный архив. Почему российский государственный военный архив и где там могут лежать соответствующие документы? Дело в том, что сообщения разведки, как военной, так и внешней разведки НКВД, направлялись для информации наркому обороны сначала Ворошилову, потом Тимошенко за интересующий нас период и откладывались в фонде секретариата наркома обороны. Эти документы вместе с документами секретариата наркомата обороны в соответствии с действующим законодательством рассекречены и доступны. Да, разумеется, эти документы не лежат удобно в одной или нескольких папках. Нужно листать много дел для того, чтобы найти их. Но, тем не менее, эти рассекреченные сообщения советской внешней разведки в российском государственном военном архиве лежат и лежат вполне доступны. Далее, при распаде Советского Союза ряд документов местных комитетов государственной безопасности в Латвии, Литве и Эстонии остались в этих странах и сейчас они доступны для исследований. Среди этих документов лежат и переписка резидентур внешней разведки для Литвы. Это не оригиналы документов, а выписки из них. Оказывается, где-то в 70-80-е годы местное КГБ задумывало написать историю своей внешней разведки и, в частности, Ковенской резидентуры ОГПУ НКВД. И, соответственно, трудолюбиво ветераны местного управления переписывали документы и в Литовском особом архиве отложилось порядка 15 папок с выписками из документов Ковенской резидентуры за период с 1920 по 1940 годы. В Эстонии отложились оригиналы документов Таллинской резидентуры, опять-таки, несколько десятков томов, которые содержат, собственно, оригинальные документы и переписку с Москвой и множество других интереснейших документов. Например, там мы обнаружили рукописную, совершенно огромную, по своим объемам записку известного советского разведчика Бориса Рыбкина, который в 1940 году приезжал в Таллин с краткосрочной командировкой примерно на полтора месяца и возобновлял там связи с источниками, в том числе с бывшим президентом Эстонии Яном Теннисоном. В Латвии документов непосредственно резидентур, переписки резидентур, и, к сожалению, нет, но там нашлось документ не менее значимый. Раз, раз, раз. Да, я вас слышу. Да, значит, а именно нашлось, нашелся личное дело, агентурное дело генерала Клявинша с всеми сообщениями и отчетами о встрече с ним резидентов, и там нашлись его непосредственные сообщения, в том числе и пресловутый план Клявинша в марте 1940 года, о том, как надо поступать со странами Прибалтия. Александр Решидеович, у наших участников зимней школы есть ряд вопросов по той теме, которую вы нам представили, очень интересной теме, очень с необычным, свежим взглядом. Пожалуйста. Отлично, спасибо. Меня зовут Чарльзот Пардаев, я студент четвертого курса Института международных отношений КФУ. У меня вопрос такой, который уходит, скорее всего, в современность, потому что исторически это связано с Советским Союзом и Прибалтикой. Как вы думаете, почему сегодня наблюдается определенного рода негатив в сторону современной России от стран Прибалтики? Хотя, если посмотрим через призму истории, то можем наблюдать и знать, как минимум можем узнать, что при Балтике в советское время было условно ширмой, то есть все самое хорошее вводилось именно в эти страны. Почему? Потому что это было, как говорится, флагманом для демонстрации своих возможностей. Но, тем не менее, сегодня очень-очень часто мы слышим такого рода негатива, то, что Россия нас приглушает политически, экономически и так далее. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, когда говорится о негативном отношении к событиям прошлого, мы должны понимать, что причина этого негативного события не в истории. История в данном случае является данной лишь поводом. Причинами являются актуальные политические моменты, политические расклады. Применительно к странам Прибалтики. Антироссийская позиция, она обуславливается двумя ключевыми моментами. Внешне политически и внутренне. Внутриполитическое заключается в том, что существующие на данный момент в Латвии и Эстонии режимы, они могут существовать в удобном для них и устоявшемся виде только в условиях массового негражданства. Ну, то есть, когда огромное количество населения, русскоязычного населения отстранено от принятия политических решений, от участия в политическом процессе, голосовании, выборе своих представителей и так далее. Для того, чтобы сохранять институт массового негражданства, необходимо его обосновать. Концепция советской оккупации является ключевым обоснованием этого института массового негражданства. Следовательно, оно является и основой сохранения существующей политической конструкции в этих странах. И понятно, что если сложившийся политический режим, он будет настаивать на существовании так называемой советской оккупации, потому что от этого конструкта зависит и существование этого режима. Второй момент – это момент внешнеполитический. Внешнеполитический момент заключается в том, что страны Прибалтики входят в состав Европейского Союза и в состав НАТО. Естественно, это ограничивает их суверенитет, в том числе в вопросах экономических, экономического, социального развития и в вопросе о том, о чем можно говорить с избирателем. С избирателем, внутренним избирателем в странах Прибалтики невозможно говорить об экономике, потому что вопросы экономики фактически выведены из видения прибалтийских стран, и их решают на общеевропейском уровне. Соответственно, для того, чтобы говорить с избирателем, необходимо говорить о чем-то простом, понятном, антироссийские настроения и угрозы, якобы имеющиеся со стороны соседа, это является традиционным способом взгонки настроения и обеспечения определенным силам приоритета в внутренней политике. На уровне внешней политики, я немножко отвлекся от внешнеполитического аспекта, на уровне внешней политики, внутри ЕС и внутри НАТО, странам Прибалтики нужно занять какое-то свое место в распределении обязанностей. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся экономикой? Нет, экономика стран Прибалтики настолько мала, что она не может оказать влияние на общеевропейские вещи. Мы занимаемся социальными вопросами? Ну, тоже нет. Единственное место стран Прибалтики в разделении труда ЕС и НАТО – это образ необходимости борьбы с Россией. Это придает смысл всему их существованию. Только здесь они могут найти свою тему, которую будут использовать. Они ее нашли, они ее используют, и они ее постоянно наращивают, говорят о том, что вот, Россия все страшнее, все страшнее, она к нам все ближе, нам нужно, чтобы нас защищали. Вот ужас, 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 ужас – это взгонка. Идет не потому, что их кто-то хочет захватить или еще что-то нехорошее с ними сделать. Это потому, что они находятся в той ситуации, когда, только говоря об этом, они могут привлечь к себе какое-то внимание. Только здесь их место в общееессовском распределении труда. То есть дело не в том, что это какие-то плохие, злые люди, или что они не любят Россию. Может быть, где-нибудь там, под своей подушкой они хранят портбилеты, которые были у большинства из них еще сравнительно недавно. Но политическая ситуация такова, что иначе они поступать не могут, даже если они наедине с собой и вспоминают о том, как было хорошо в Советском. Спасибо. Спасибо большое, Александр Ряшедович. Еще вопросы есть у наших участников. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Вифред Лисанон, студент. Окей. Студент третьего курса Института международных отношений Казанского федерального университета. У меня вопрос чуть-чуть связан с первым вопросом. Но хотел бы, конечно, еще выяснить мой вопрос. У меня такой вопрос. Недавно, 9 мая, в России отмечается День Победы. День Победы. И вот это для многих жителей приборской страны, они не признают вот это 9 мая как День Победы Советского Союза. Они признают этот день как День Победы Советского Союза. И до начала, или до праздника, 9 мая 2020 года, и не каторый приборской страны. Супадиешко и западной Африкой. Имиена. Не западной Африки, западной страны. Имиена. И Саша, и его господинец, и Марко Помпе, они облегчили, что что современные ученые российские пытаются фальсифицировать историю. А что вы думаете по этому поводу? Ну, я считаю, что разговоры о фальсификации истории – это разговор не вполне тот, о котором стоит говорить. То есть фальсифицировать ли историю? Да, такое бывает. Не сказать, что это часто, но такое действительно бывает. И я знаю, например, примеры, когда люди фальсифицировали реальные документы, изобретали, например, несуществующий пакт между НКВД и Гестапо, соглашение между НКВД и Гестапо. Потом его показывали даже по телевизору. Ну, бывает такое, бывает фальсификация. Но обычно про фальсификации говорят тогда, когда нарратив оппонента как-то не нравится. То есть те же прибалтийские страны, они же не говорят о том, что нет, эти нехорошие историки в России, они открыли документы, которые нам были неизвестны. Когда-то они говорят, эти люди занимаются фальсификацией истории. Почему? Ну, просто это такое вешение ярлыка. И разобраться в том, где фальсификация, значит, а где ярлык, ну, достаточно сложно. И я думаю, что в данном случае нужно ориентироваться на документы, а не на оценочные заявления каких-то политиков. Если же говорить о переписывании истории, то переписывание истории – это вещь, которая для историка абсолютно естественна. Это просто вот база работы историка. Дело в том, что в научный оборот вводятся новые документы. Документы, которые мы не знали. Документы, которые меняют наше представление о прошлом. Следовательно, если наше представление о прошлом меняется, следовательно, Это наши представления о прошлом и переписываются. Переписывание истории само по себе абсолютно естественно для исторической профессии. Другое дело, что это переписывание должно быть научно обосновано. Для того, чтобы оно было научно обосновано, необходимо не просто изобретать какие-то концепции, которые непонятно на чем основаны, а базироваться на документах, их прочтении, введении новых документов в оборот. Это то, чему учат в исторических вузах, то, чему меня учили в родном историко-архивном институте. История только тогда наука, когда она наука об источниках, когда она базируется на источниках. Ну, что же, если же говорить о политическом составляющей. Да, 9 мая подвергается и будет подвергаться определенного рода атакам, потому что оно не укладывается в текущий политический нарратив, очень распространенный в странах Запада. В рамках этого политического нарратива Россия является страшной, демонизируемой страной, враждебным другим для западных стран. И потому какие-то позитивные вещи, связанные с разгромом нацизма, они должны подвергаться забвению. Буквально вчера в Генеральной Ассамблее ООН проходило очередное голосование по ежегодной резолюции о недопустимости определенных видов практик, связанных с реабилитацией нацизма, неонацизмом, ксенофобией и так далее. На протяжении уже более 10 лет, если мне не изменяет память, ежегодно эта резолюция вносится в Генеральную Ассамблею ООН. Она постоянно принимается, но она постоянно принимается большинством голосов. При этом, однако, США всегда голосуют против этой резолюции, а страны ЕС всегда консолидировано воздерживаются при голосовании по этой резолюции. Именно потому, что определенные виды практик, связанных с реабилитацией нацизмских пособников, характерны для стран Евросоюза, которые также являются прямыми сателлитами Соединенных Союзов. Спасибо. Спасибо большое, Александр Решидович. У нас есть еще один вопрос. Мы бы хотели дать возможность еще одному участнику нашей зимней школы спросить интересующие его моменты. Пожалуйста. Спасибо большое. Станислав Младайнов, Казанский федеральный университет, первый курс магистратуры международных отношений. Вопрос заключается в этом. Уже услышали то, что говорили о нынешней политике Европейского Союза и, точнее, Балтийских стран. Вопрос заключается в этом. С одной стороны, я читаю то, что присутствует огромный уровень политической сегрегации в Балтийских странах на политическом уровне. С другой стороны, так как они являются членами Европейского Союза, они походу выполнили топенгагенские требования, которые не предполагают никакой политической дискриминации. И второе, если на самом деле есть такая политическая сегрегация, она усиливает или это фактор, может быть, неких националистических волнений и отношений в Балтийских странах? Вне всякого сомнения, в Латвии и Эстонии имеет место сегрегация. Я уже говорил о существовании массового института негражданства. И существование подобного института само по себе противоречит базовым принципам прав человека, так же, как противоречат им, например, последовательные усилия прибалтийских властей по наступлению на русскоязычные школы, уничтожению преподавания на русском языке. Все это находится в противоречии с подписанными странами базовыми договорами, в том числе и при вступлении в ЕС. Но на все это смотрят сквозь пальцы, потому что речь идет о своих, и своих нельзя бросать, нельзя обвинять. И несмотря на то, что, конечно, практики, которые сейчас демонстрируют нам власти прибалтийских стран, находятся в полном противоречии с принципами, на которых некогда базировался Европейский Союз, и, конечно, это закрывает глаза. Более того, идет постепенная прибалтизация и самого Европейского Союза. Те практики, на которых закрывали глаза в Прибалтике, теперь начинают практиковаться и в западноевропейских странах. Ну, например, если говорить о преследовании российских и пророссийских журналистов, сначала мы это видели, как механизм был отработан в Прибалтике, когда, например, представители российских СМИ блокировали, не давали им, допустим, чиновники интервью и так далее, не пускали на мероприятие, хотя это нарушение свободы прессы, точно такое же мы впоследствии увидели, допустим, во Франции. Сейчас мы видим, как по абсолютно надуманным предлогам сотрудничающих с российскими СМИ-журналистами преследуют и вводят в полицию безопасности, изымают у нее, значит, фабрикуют уголовные дела, изымают компьютеры, средства коммуникации и так далее. И делают это массово. Буквально неделю назад шестерых журналистов сразу, большая спецоперация, проведенная местными спецслужбами, сразу задерживают, изымают, значит, предъявляют обвинение. Ну, если бы подобное было в России, я представляю, какой шум стоял бы и в Европарламенте, и на уровне Еврокомиссии, и на уровне ООН. Здесь мы видим абсолютное молчание, ну, потому что это делают те, кто надо, против тех, кого не надо, кто заранее стигматизирован, демонизирован, потому что против России это можно. Спасибо. Вот так вот. Да, спасибо большое, Александр Республик.